Марсана Сергеевич А то Reflame была обыкновенная студенческая жизнь, где учеба, приехать домой, отдохнуть, спать, гулять, потом опять в институт, потом опять. И как-то уже на втором курсе я начал задуматься о том, что все одно и то же, и я не видел себя, кем я буду, кем я вообще стану. То есть я начал задуматься об этом, что вообще будет дальше, что нужно из себя, кем я стану вообще, да, чтобы... Лена классно зажгла, вот эта девушка мне тоже понравилась, вот. Все уже, да? Вот. И даже не хочу много рассказывать о том, что было до Reflame. Вот потом пришел ко мне Reflame. Пришел Андрей, тоже такой вот парень, который учился со мной в школе, в институте. Вот он начал мне рассказывать вообще об Reflame, что здесь есть, что вот он пришел как бы сам по себе. Парень такой амбициозный, вот ему немножко рекламки, да? Вот. И я начал заинтересоваться тем, что, как бы, если он здесь, то здесь есть что-то интересное. Что, как бы, если кто-то приглашал там, предлагал кто-нибудь из других знакомых, в общем-то, я не знаю, не согласился, может быть. Вот. Вот. И меня приглашали много раз. И в один из вечеров мы стояли с ним возле магазина, и шел дождь, у нас не было зультиков, мы не могли идти просто домой. И я уже, как бы, мне много раз рассказывали о Reflame, я просто отказывал. Ну, хватит, опять уже об этом, мне вот надоело. Тут мы стояли возле магазина, и, ну, не могли уйти, я... Ну, давай, Андрей, давай рассказывай, что там. Вот. Вот. Он начинает рассказывать, что был там в Курске, видел каких-то директоров, какие-то там звания, какие-то там золотые директора, ребята, девчата, кто-то купил машину, кто-то купил квартиру. И тут, как бы, я начал где-то в мне души спрашивать, а как это, это сколько нужно продавать помад или души вообще? Кому столько нужно, чтобы там приобрести автомобиль или машину? Вот. Вот. И он говорит, я планирую себе через какое-то время купить себе новую десятку. Я хочу поехать в институт, да, на своем собственном автомобиле с комфортом, со скоростью, с удовольствием. А ты, я, как и все студенты, поедешь на автобусе, сидя, стоя, в жару, в холод, и каждый день, как ты учишься, так и будешь ездить каждый день. И вот меня это зацепило. Я подумал, а почему он поедет, а я нет. Я у него спросил, Андрей, ну вообще замечательно, супер, что меня не подвезешь. Да, мысли, меня не подвезешь. Вот. Он сказал, я-то тебя подвезу. А почему не подвезешь меня ты? И я сказал, Андрей, да, расскажи мне об этом побольше. Расскажи, что нужно делать, чтобы здесь тебя подвезти, да, вот, чтобы это делать. Вот так я пришел в компанию и начали потихоньку работать. Конечно же, опыта было мало, навыков, да, что там студентам, я не знаю, как общаться с людьми и так далее, и так далее, да. То есть, и я сначала говорил, Андрей, ведь у меня всего лишь семь знакомых, семь человек, которым я могу понести каталог и рассказать вообще о бизнесе. Семь человек. Представь, если я приду к ним, они мне все откажут. Что дальше? Бизнесу конец. Вот. И он тогда сказал, нужно написать список знакомых. Давай сделаем это. И сказал написать 300 человек. Ну, сумасшедший. При первом же встрече решил меня спугнуть, да. Вот. Написал список 220 человек. 300 не получилось. Вот. Но я просто осознал, что оказывается очень много знакомых, очень много людей, и их не семь человек. Это только в классе 20 человек, да, и в зале тут больше семи человек, это точно. Вот. А сколько за территорией зала, да, людей? Вот. И начали приглашать на мастер-класс. Сначала, конечно же, там, получалось, не получалось, да. Вот. Теперь я могу сказать, что в работе есть больше уверенности, да, цели выросли. Опыт тоже появился. Вот. Теперь будем работать, делать результат. Вот. В 18 мне уже это мало, да. Вот. Вот. Нужно делать больше процентов, вот, и становиться золотыми директорами, да, исполнительными. Ну, еще мозг не надо включать, я еще тут что-то хотел сказать. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я немножко попелену, ладно? Вот. Что для меня реклэм теперь? Вот теперь я не буду по бумажке, я скажу от душе. Вообще АПЛОДИСМЕНТЫ для меня это цели. Это карьера. Это рост. Это то место, где есть успешные люди, которые готовы поделиться своим успехом. Которые готовы рассказать о тех результатах, о своем опыте, что получалось, что не получалось, да, и которые заинтересованы в нашем успехе. И вот так вот ты, наверное, раздумываешь, если подойти, ну, тоже без мозгов, да, подойти вот какому-нибудь бизнесмену и сказать, ну, расскажи, как там у тебя дела? Что вообще, как добивался успеха, да? И сразу же, ну, не знаю, возникает ответ, что даже не знакомый человек, а может быть и знакомый, ну, мило отошлет. Ну, какие дела, да? Все нормально. Вот. И только, наверное, у людей, у лидеров Алифлейн, ты спрашиваешь, как дела, говорят, все замечательно, все прекрасно и супер. Вот, когда спрашиваешь у всех остальных людей и даже тех же предпринимателей, и, да, нормально, как, да, по-всякому, вот, у нас все замечательно. Вот. И я пожелаю вам всем не останавливаться ни в коем случае, вот, двигаться, не останавливаться, добиваться своих результатов, да, успехов. Вот, теперь можно включать музыку. Вот, всем всего мы любим. АПЛОДИСМЕНТЫ